Доброго времени суток, уважаемые любители бокса. 24 ноября 2018 года. Боксерский вечер Дмитрий Бивол, Жан Паскаль. Но нас интересует здесь один из боев андеркарда. Владимир Эрнандес на наших экранах. Это мексиканский боксер, ему 29 лет. Он имеет рекорд 10 побед, 2 поражения, 6 раз Эрнандес выигрывал досрочно. Но нас интересует больше его оппонент. Это дебютант профессионального ринга из Узбекистана, 23-летний Исраил Мадримов, которого вы, наверное, уже узнали. Что интересно, бой этот проходит по формуле 10 раундов. То есть решили, что Исраилу Мадримову не нужно 4, 6 и даже 8-раундовые бои, что он сразу готов драться вот дистанцию для очень опытных профессиональных боксеров. Ну, давайте посмотрим. Мадримов здесь сейчас пока меняет стойки, присматривается к своему оппоненту. Эрнандес как бы ищет варианты. Ну, сразу заметно, что скорость Исраила Мадримова повыше, но это неудивительно, учитывая его любительский бэкраунд. Очень опытный любитель был Исраил Мадримов. У него примерно, если я не ошибаюсь, 84 победы, 20 поражений. Как любитель был чемпионом Азии в 2017 году и в 2018 году на летних азиатских играх в Джакарте тоже взял золото. Участвовал в трех сезонах всемирной боксерской серии и вот перешел окончательно в профессионалы. Второй раунд. У Эрнандеса уже возникли первые проблемы. То есть у него повреждения в районе правого глаза. Чуть-чуть забегая вперед, скажем, что до конца этого боя его секундантам так и не удалось с ним справиться. Вот пропускает очень жесткий удар справа Эрнандес. Между прочим, до этого он ни разу не был как бы в нокауте. То есть, возможно, он заходит на ту территорию, которая ему еще неизвестна. Вот продолжает Исраил Мадримов обрабатывать оппонента, причем действует он очень разумно. Взрыв, спурт и пауза. То есть он восстанавливает силы для следующего рывка. Эрнандес выглядит совершенно каким-то неуклюжим, каким-то непонятным мешком. Хотя, по факту, Эрнандес таковым не является. Эрнандес достаточно поздно, особенно для мексиканцев, начал заниматься боксом. Вот сейчас серьезная проблема у Эрнандеса, он оказывается на настиле. Нокдал. Вот и зашел Эрнандес на неизвестную для себя территорию, если можно так выразиться. Но бой продолжается. То есть с характером у Эрнандеса все в порядке, сдаваться он не думает. Так вот, очень поздно. В 13 лет начал Эрнандес заниматься боксом. Особенно для мексиканцев, которые одевают перчатки уже в 6 лет, это очень поздно. Вот смотрите, да, просто одностороннее избиение, тут количество ударов перешло в качество. Четвертый раунд. Ну, все уже поняли, к чему идет этот бой. Затаили дыхание и ждут, когда же будет нокаут. Так вот, Эрнандес это не мешок, как многие могут подумать, глядя на то, что происходит в ринге. Это не Эрнандес так плохо, это Исраил Мадримов очень хорош. Дело в том, что после этого боя, который, как вы уже догадываетесь, Эрнандес проиграл, он выиграл очень популярного в свое время мексиканского нокаутера Альфреда Ангула. Помните такого? А еще и выиграл у бывшего чемпиона мира по двум версиям Джулиана Вильямса. Ну, сам Эрнандес говорил, что вот эти поражения, которые он потерпел, дали ему очень много опыта. У Эрнандеса за спиной нет промоутера, собственно, никого нет. Вот его приглашают как гидкипера, и он работает как только может. Пятый раунд здесь идет. Ну, ничего не получается у Эрнандеса. Снова небольшая пауза от Исраила Мадримова. Ну, в работе на ногах он просто космически превосходит своего мексиканского оппонента. Ну, понятно, что у Эрнандеса не было, конечно, такой любительской школы. Никто не учил его именно вот боксу как движению на ногах. Там мексиканская рубка, это, конечно, хорошо, но как только встречается просто боксер, который привык рубиться с хорошим техником, тут сразу все его грехи, в общем, становятся видны окружающим очень хорошо. Шестой раунд. Мадримов опять включает режим Берсерка, попадает. Ну, держат эти удары Эрнандеса. Причем не просто держат, мне кажется, он начал бить чуть-чуть побыстрее. Как будто от пропущенных ударов у него откуда-то появляется какая-то скорость. Снова как будто бы небольшая пауза. Снова попадает слева Исраил Мадримов. Он достаточно часто меняет стойки. Рефели Харви Док решает, что с Эрнандеса достаточно. Вот это сальто ставит точку в профессиональном дебюте Исраила Мадримова. Вот небольшие повторы. Ну что, в этом бою запомнился американской публике. Тогда ресурсы писали, что появляется новая звезда на профессиональном ринге. Ну, и, конечно, они не ошиблись. Ждем титульного боя с участием Исраила Мадримова. Ну, как вам этот дебют на его бой? Надеюсь, вам он понравился. Напишите свое мнение в комментариях. Когда Исраил Мадримов все-таки станет чемпионом мира? Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Если вам понравился этот небольшой обзор, а с вами был Дмитрий. Всем доброго, удачи. До новых встреч.